Проезжая мимо сел, мы можем увидеть пасущихся на зеленой травке коров или отару овец. Эти живописные кадры создают видимое благополучие сельской жизни. Но так ли это на самом деле? В селах уменьшается население, жители покидают свои дома, надеясь продать остатки имущества. Большинство жителей сел, не имея работы, тратят все силы на прокорм своей семьи. В Украине процесс децентрализации объединил села в территориальные громады. Теперь средства остаются на местах, в центре громады. Орган местного самоуправления, который будет распределять деньги по вошедшим в его компетенцию селам. Жители надеялись, что это вдохнет жизнь в запущенные годами села. Хотя говорят, а вы имеете огороды. В огороде ничего не рождается. Свет подняли, все подняли. Мы не сможем даже для себя посадить этих помидорчиков, чтобы покушать. Выборы прошли. Конечно, люди не ожидают быстрых перемен в лучшую сторону. При этом жителям придется побороться за право знать, как местный совет будет распоряжаться имуществом, в данном случае землями запаса, переданными из государственной собственности в коммунальную. Ведь эти земли использовались под пастбище, и каждый житель имел право на выпас скота. Вот корову сейчас где будем пасти? Нам негде будет пасти, они хотят все забрать. Все. Это вообще страшно думать нам. Это ужас. Я не знаю прям, не знаем мы. У нас все село поднялось, чтобы присмотрели эти вопросы, чтобы они не дали эту возможность, чтобы отобрать эти пастбище. Жители села Виноградовка Болградского района считают, что депутаты громады, вопреки интересам сельской громады, проголосовали о передаче на аукцион трех семейных участков. Болградский городской совет, выполняющий функции местного самоуправления, получил земли запаса от госгеокадастров, коммунальную собственность. Целевое назначение этих земель было изменено на земли для ведения товарного сельскохозяйственного производства. 4 марта решением сессии Болградского горсовета принято выставить земельные участки на аукцион. При этом эти участки земли вокруг села Виноградовка использовались как пастбищные земли. Часть земель распахана местным землепользователям. Жители объединились для того, чтобы отстоять свои пастбища. При этом часть жителей не имеет земельных паёв. Председатель Болградской громады Сергей Дмитриев 5 апреля на встрече с жителями ответил, что он не знает, сколько всей земли Виноградовки и смогут ли получить жители по 2 гектара. Зато напомнил, что за использование земли необходимо платить налоги, которые будут наполнять бюджет территориальной громады. Вы говорите, что там у вас условия. Я понимаю ваши условия, но я вам скажу, что без налогов, которые будет поступать в наш бюджет, ничего здесь не будет. Кошара есть, но пастбища то нету. Вы используете эту землю, правильно? Вы построили на этой земле кошару? Ну я плачу за тысячу гривен за кошару. Дайте людям сено, дайте людям солому, что каждый имел право держать, держать эти овцы, как было старое время. Старое время было у людей трава, было у людей сено, люди косили, люди готовили, и корову держали дома, и скотину всю держали дома. Получается сейчас так, у людей ни сено, ни соломы, ничего, а что ему делать целую зиму? Что они будут кушать? Сарай, край сарая. Одна корова, вот ее содержание, вот сколько вам будет стоить? Ой, одна корова, это надо, чтобы перезимовать, и, наверное, 2 тонны зерна, это точно. Тюков 200. Это не только, чтобы люцерка была там, и если люцерки не будет, это какое молоко? В город возим, хочется людям, чтобы хорошее молоко было, жирное, а люцерка дорогая, 120 гривней. Это попробуйте, 200 тюков нам, и что нам остается, копейки на прожиток каждый день в городе 200. Два человека, вот мы с мужем возим, 40 гривней, туда и назад. Это сколько денег выходит за месяц. Впереди жители села Виноградовка ожидают проведения инвентаризации земель. Этой уступки они добились от председателя Болградской громады. В состав комиссии городского совета войдут представители от жителей Виноградовки. Причем данная комиссия должна успеть провести работу по учету земли до ближайшей сессии, которая запланирована на 29 апреля. Жители других сел пристально следят за событиями Виноградовки. Для каждого села вопрос земли болезненный. Это за что такое наказание сейчас нам? Мы не сможем смотреть сами себя, мы не сможем. А молодежь вообще без ничего сегодня. Где работа? Где для них сегодня есть работа, чтобы ребята работали, содержали свои семьи, чтобы у нас рождаемость чуть-чуть поднялась? Такого у нас уже нет. Все. Все погибает. Гибнет. Все. Мы уже гибнем. Редактор субтитров А.Семкин